Всем привет! И сегодня в очередной раз рубрика «Полезные товары для дома». Сегодня вам еще раз покажу точилки для ножей. Расскажу, как они работают и как ими точить ножи. Купить вы такие точилки можете где угодно. На Уалберисе, на Зоне, на Алиэкспрессе и вообще где угодно. Даже может быть в каком-нибудь хозяйственном магазине. Все они прекрасно справляются со своей функцией. А функция у них одна. Наточить вам нож, чтобы вам было приятно, удобно и легко готовить на вашей кухне. К сожалению, не у всех женщин в доме есть мужчина, который может наточить нож. Ну и, к великому сожалению, не каждый мужчина в состоянии наточить нож. Иногда приходится звать соседа. Итак, о точилках. Вот это самый один из простейших вариантов. Но я вас уверяю, есть варианты еще проще. Заказала на Алиэкспрессе еще похожую точилочку. Вот очень мне интересно, как она будет работать в бытовых условиях. Вот это то есть простейший вариант. Тут ножи, видите, стоят они вот так вот. Тын-тын. И вот тут вот есть циферки. Первый, второй, третий. То есть мы берем нож. У меня все ножи дома острые, поэтому я вам сейчас не буду демонстрировать, какой он был тупой и какой он стал острый. Берем нож. Вот так вот сисюкать, вот так вот туда-сюда ножом нельзя. Нож берем, вот так вот раз проводим, два проводим, три проводим, допустим. Следующий этап. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуть не порезала металл. Потом обязательно сполоснуть под водичкой или протереть влажной тряпочкой. Потом берем какой-нибудь огурец и смотрим, как у нас нож может тонюсенько, притонюсенько порезать огурец. Да, понятно, да? То есть вот до прозрачности может. Я, конечно, резатель еще тот, но, как вы понимаете, нож прекрасно справляется со своими функциями. То есть режет прям тонюсенько, тонюсенько. Ну, это еще зависит от вашего мастерства тонко нарезать что-нибудь. Вот такая вот точилка. Вот такая вот точилка. Она более продвинутая, более крутяцкая. Здесь есть точилка для ножниц. Я не очень хорошо с ней справляюсь, но работает это приблизительно вот так. То есть либо вот в том направлении, вот так вот, нельзя вот так елозить туда-сюда, либо вот так вы делаете, либо в обратном направлении, вот так как бы вы режете, как бы. Но вот у меня, говорю, не получается, понимаете? Вот у меня не настолько волшебные руки, допустим, как у мужа. У меня получается только в ту сторону, вот так вот. Ой. И ножницы вот эти вот с Алиэкспресса, которые мной уже показаны, перепоказаны в каждом обзоре. Уже 150 раз, наверное, все мои зрители уже купили такие ножницы. Прекрасно, замечательно режут, чикуют. Я прям обожаю эти ножницы. Это просто волшебные ножницы. Одни из самых лучших ножниц в моем доме. И это самые лучшие ножницы, купленные на Алиэкспрессе мной когда-либо. Ну и плюс вот такие вот они красивые. Вот у этой точилки есть регулировка. Дело в том, что, как вы понимаете, не все ножи одинаково толстые. Поэтому вот тут можно регулировать, насколько у вас тонкий нож, и насколько будет острая заточка у него. Тут то же самое. Первая, вторая, третья. То есть последняя, это уже, господи боже мой, керамические камушки, которые выравнивают все хорошо. Тут то же самое. На любой точилке все одно и то же. Делаем раз, делаем два, делаем три, делаем раз, делаем два, делаем три. Вот здесь стрелками даже показано. В одном направлении. Не туда-сюда елозим, а в одном направлении. Делаем раз, делаем два, делаем три. Вытираем ножичек. Вон, видите, сколько сточили? Ага. Ну и теперь давайте после этой точилки, которая регулирует, вот насколько будет острый ваш нож. Так, чикаем. Ну тут прям вообще, прям вообще можно срезать. Ну, я говорю, я вот в этом плане, понимаете, тот еще резатель. Ну, тоненько нарезать огурчик вы всегда сможете, не только огурчик. А вот больше всего мне нравится самой натачивать ножи, особенно когда я работаю, грубо говоря, на кухне, что-то готовлю из мяса. Мясо не всегда прекрасно режется. Ну, вот после наточки ножа на точилочке, все прекрасно режется. Вообще тоненько, прекрасненько. Прям великолепно, понимаете? Вот так вот. Вот так вот все. Все волшебно. Ссылки я оставлю на Алиэкспрессе, где вы можете купить подобные точилки. Там их пруд-пруди. Ну, я вам уже сказала, вот они все, в принципе, справляются со своей функцией. Ножи у вас в доме точно будут острые. Какую из этих точилок вы выберете, решать только вам. Я всегда об этом говорю. Только вы решаете, где, что и когда вам покупать. То есть, тут вообще огурцы можно в труху просто вообще превратить, вот понарезать прям мелко-мелко-примелко. Собственно, я надеюсь, что я объяснила, как работают эти точилки и как ими пользоваться. Больше мне тут показывать нечего. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо за лайки, грозные дизлайки. А тем, кто написал самый добрый комментарий на всем ютюбе, вообще просто моя превеликая-превеликая благодарность, потому что ваши комментарии мне очень-очень нужны. Все, на этом все. Всем, как обычно, всего хорошего, мира и добра. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok